Всем привет дорогие друзья! С вами Лукьянов Артём и сайт videosmile.ru. Сегодня я рад представить вам долгожданный урок про плагин Plexus, а точнее Plexus 2. Данный урок будет предвосхищать серию уроков, посвященных данному плагину. И в этом первом уроке мы будем знакомиться с плагином Plexus, узнаем для чего он нам нужен и на что способен. Разбирать какие-то сложные параметры и настройки в этом уроке мы не будем. Хотелось бы сказать, что Plexus это очень мощный плагин, который создает интереснейшие структуры на основе частиц и геометрии и позволяет нам взаимодействовать с ними. Также Plexus это очень популярный плагин. Я думаю вы не раз с ним сталкивались в каких-либо видеороликах. Такой фирменной фишкой данного плагина являются вот такие вот структуры, состоящие из точек, линий и треугольников. Давайте я сейчас воспроизведу один из представленных здесь видеороликов и вы увидите как на практике классно выглядит плагин Plexus. Вот такие вот структуры создаются именно при помощи него и как вы видите плагин Plexus на практике смотрится просто потрясающе. Приобрести плагин Plexus вы можете на сайте aescripts.com.plexus стоит он около 200 долларов. Хочу сказать что это в принципе приемлемая цена для такого мощного плагина. Также здесь вы можете скачать его пробную версию кликнув по кнопке try. Окей с этим мы разобрались давайте перейдем к программе after effects и приступим к нашей работе. Первым делом давайте создадим новую композицию. Идем Composition New Composition. Как-нибудь назовите эту композицию, выберите какой-нибудь preset и нажмите на кнопку ok. Хочу сказать что плагин Plexus он применяется к сплошному слою, поэтому давайте создадим сплошной слой. Идем Layer New Solid. Также назовем его Plexus. Затем Plexus. Вот так вот. Затем выберем квадратные пиксели. Кликнем по кнопке make concise. Цвет не важен. Нажимаем на кнопку ok. Все сплошной слой мы создали. После этого переходим к панели effects and presets и находим здесь плагин Plexus. Вот он находится в папке Robite. Берем его и применяем к этому сплошному слою. Как только мы это сделали, здесь на панели effect controls мы увидим три эффекта. Правильнее их будет называть модули. Три модуля. Для более понятного дальнейшего объяснения работы плагина Plexus, давайте выделим второй модуль, который называется Plexus Points Renderer и нажмем клавишу Delete. То есть его удалим. Итак, у нас осталось два модуля. Plexus Toolkit и просто Plexus. Первый модуль отвечает за то, чтобы добавлять в наш плагин какую-либо геометрию, эффекторы или рендереры. Что это такое, я вам объясню чуть попозже. Второй модуль, который называется просто Plexus, он является основным рендерером данного плагина. То есть данный модуль отвечает за создание и просчет всей картинки, создаваемой плагином Plexus. В принципе это справочная информация и не стоит уделять ей особого внимания. Просто закройте данный модуль и все. Итак, прежде чем мы познакомимся с этими пунктами, давайте я вам объясню, как работает плагин Plexus. Его работу условно можно разделить на три основных этапа. Первый этап это создание геометрии. За это отвечает пункт Add Geometry. В этом пункте мы можем создать либо импортировать извне ту геометрию, на основе которой и будут создаваться наши структуры. На основе чего у нас может создаваться геометрия? Во-первых, на основе каких-либо слоев, будь то источники света, нуль объекты, либо какие-нибудь другие трехмерные слои. Также геометрия может создаваться на основе масок. За это отвечает пункт Paths. Помимо этого геометрия может создаваться на основе OBG File. Это различные трехмерные модели, которые мы заранее готовим в трехмерных пакетах, таких как Cinema 4D, 3ds Max. Затем сохраняем как OBG File и затем мы их можем сюда импортировать и использовать как основу для структуры плагина Plexus. Также в качестве структуры для нашего плагина могут выступать различные примитивы, такие например как куб и сфера. Ну и последний пункт Instances. Он предназначен для того, чтобы в качестве геометрии использовать какие-либо другие слои с примененными к ним плагинами Plexus. Этот пункт используется довольно-таки редко, поэтому мы его в этом уроке разбирать не будем. Но зато познакомимся со всеми остальными пунктами. Итак, мы с вами разобрались. Первый этап это добавление или импортирование геометрии, на основе которой будут строиться наши структуры. Давайте сейчас для примера здесь, например, выберем пункт Paths. В этом случае, как я уже сказал, геометрия будет строиться на основе масок. Как только мы здесь выбрали пункт Paths, у нас здесь появился соответствующий данному пункту модуль. Он называется Plexus Path Object. Здесь есть куча параметров, с некоторыми из них мы познакомимся, но в основном большинство параметров мы в этом уроке ознакомительным разбирать не будем. Итак, после того, как мы добавили данный пункт, давайте создадим какую-нибудь маску. Для этого я, например, возьму инструмент Rectangle Tool. Затем все маски мы должны рисовать вот в этом слое, которому мы применяли плагин Plexus. Поэтому мы его выделяем на панели Timeline, переходим к панели Composition и рисуем здесь маску. В моем случае это маска прямоугольной формы. Супер, маску мы нарисовали, но почему-то никаких фигур мы в панели Composition не видим. Почему так? Да все дело в том, что на этом работа с плагином Plexus не ограничивается, и мы должны перейти ко второму этапу. За второй этап работы у нас отвечает пункт Add Renderer. В этом пункте мы выбираем, из чего будут состоять наши структуры. В первом пункте мы выбрали геометрию, то есть на основе чего будут строиться наши структуры. А здесь же, в пункте Renderer, мы выбираем, из чего именно будут состоять наши структуры. Они могут состоять из точек, points, из линий, lines, из граней, facets, треугольников, triangulation и лучей, beams. Давайте здесь выберем Renderer points. Соответствующий данному пункту модуль появляются у нас чуть ниже. Называется он Plexus Points Renderer. И сейчас, если вы обратите внимание на панель Composition, то вы увидите, что здесь по контуру нашей маски появились точки Как раз за эти точки у нас и отвечает данный рендерер, то есть данный модуль прорисовывает точки Сейчас давайте кликнем по кнопке Toggle Mask and Shape Path Visibility, чтобы отключить отображение контура нашей маски в панели Composition Мы видим наши точки Здесь также есть куча различных параметров Давайте сейчас перейдем к параметру Point Size, что означает размер точек и увеличим его, к примеру, до 5 В итоге мы получили вот такую вот картину Важно отметить, что на этом мы можем не останавливаться и снова вернуться к пункту Add Renderer Здесь снова раскрыть данное меню и добавить еще один рендерер, например, Lines И теперь вы увидите, что наша структура, наша фигура будет прорисовываться не только при помощи точек, но и при помощи вот таких вот линий, которые будут соединять эти точки между собой Здесь мы эти рендереры, которые отвечают за прорисовку вот этих точек и линий можем отключать, можем удалять и так далее Делать с ними все, что захотим Сейчас покажу вам интересную фишку Давайте перейдем к модулю Plexus Path Object, который отвечает за нашу маску Здесь найдем пункт Replication, раскроем его И в пункте Copies увеличим это значение до 5 То есть создадим еще 4 копии нашей фигуры Мы получим вот такую вот картину Хочу сказать, что плагин Plexus, он работает в трехмерном пространстве И сейчас я вам это продемонстрирую Давайте создадим новую камеру Layer New Camera Возьмем инструмент Unified Camera Tool и немного повернем нашу камеру Как вы видите, при помощи плагина Plexus у нас создается полноценная трехмерная модель Сейчас любители трехмерных пакетов, таких как Cinema 4D, 3ds Max, конечно же, залились диким хохотом после того, как я сказал, что это трехмерная модель Но тем не менее, вот такую вот очень классную композицию мы получили в итоге Итак, я вам рассказал про два из трех этапа работы плагина Plexus Это создание геометрии, добавление рендереров, которые прорисовывают нашу картинку Ну и третий этап заключается в добавлении эффектора Что такое эффектор? Эффектор это дополнительный модуль, который может каким-то определенным образом изменять свойства и параметры нашей фигуры В теории это звучит довольно-таки непонятно Давайте я вам это все покажу на практике Переходим вот к этому меню и здесь вы увидите список всех эффекторов Здесь их 6 штук, но чаще всего используется только один под названием Noise При помощи него мы можем хаотичным образом изменять такие свойства, как Position, то есть позиция, Scale, масштаб и Color, то есть цвет Давайте здесь оставим Position и попробуем изменить значение параметра Noise Amplitude Изменяем это значение и вы увидите, как наша идеальная структура начнет разрушаться И мы получим вот такой вот очень классный эффект Как раз такие эффекты мы чаще всего и видим в различных роликах, где используется плагин Plexus Давайте я сюда верну значение 0 и мы с вами пойдем далее Вот так вот мы с вами познакомились с тремя основными этапами Создаем или импортируем геометрию, прорисовываем ее при помощи различных рендереров А затем каким-то образом ее изменяем при помощи эффекторов Как вы видите, структура плагина Plexus довольно-таки простая в понимании Сейчас я давайте выделю вот эти модули, которые мы только что добавляли И нажму клавишу Delete, чтобы их удалить То есть вернемся к первоначальным значениям Plexus Toolkit и просто Plexus Заодно я удалю камеру, потому что пока она нам не нужна Нажимаем клавишу Delete Итак, давайте посмотрим на основе чего мы еще можем создать геометрию Вообще первый пункт это конечно же пункт Layers Давайте выберем его и в этом случае мы получим модуль Plexus Layers Object То есть в этом случае наша геометрия будет создаваться на основе слоев Вот эту маску кстати можно удалить, потому что она нам больше не понадобится Итак, геометрия на основе слоев Чтобы она у нас появилась, нам нужно создать слои Давайте создадим источники света и именно на основе них будем прорисовывать нашу геометрию Переходим к верхнему меню, идем в Layer New Light Создаем первый источник света Напротив параметра Light Type выберем значение Point и нажмем ОК У нас появляется первый источник света, давайте его расположим примерно вот здесь вот Выделим его на панели таймлайна и нажмем сочетание клавиш Ctrl D Создадим его дубликат Источник света дубликат переместим примерно вот сюда вот Теперь на основе этих двух источников света будет строиться наша структура Давайте добавим какой-нибудь рендерер Например, Points Мы его добавили, но почему-то точки у нас не появились Но на самом деле они появились, мы их просто не видим Давайте перейдем к параметру Points Size и увеличим это значение И мы увидим эти точки Вот первая, вот вторая Помимо этого давайте добавим еще один рендерер под названием Lines Пускай линия будет соединять две эти точки Итак, данный рендерер мы добавили, но почему-то линию мы здесь не видим Почему так? Причиной этому может быть параметр Maximum Distance Напротив данного параметра мы задаем максимальное расстояние между точками Между которыми может прорисовываться линия Скорее всего расстояние между двумя этими точками превышает это значение Поэтому линию мы не видим Давайте просто-напросто возьмем это значение и увеличим его И как вы видите, здесь у нас появится эта линия Супер! По сравнению с этими точками данная линия смотрится слишком уж тонко Поэтому давайте спустимся чуть ниже Найдем здесь параметр Line Thickness То есть толщина линии И увеличим значение данного параметра Примерно вот так Теперь давайте обратим внимание вот на эти графики Вот на этот и вот на этот Здесь, вот в этом пункте Мы настраиваем зависимость непрозрачности от дистанции От расстояния между вот этими точками Давайте здесь нарисуем вот такой вот график Это можно сделать вручную Либо воспользоваться одним вот из этих графиков Заранее заготовленных Давайте выставим такой вот график И теперь вы увидите, что при увеличении расстояния между этими точками Непрозрачность в какой-то момент начнет резко уменьшаться То же самое и здесь Давайте выберем вот этот пресет И здесь также при увеличении расстояния между этими точками В один момент толщина этой линии начнет уменьшаться Сейчас я возьму инструмент Selection В принципе он у меня и так выбран Выделю один из этих источников света И попробую его переместить чуть вдаль И вы увидите, что наша линия начнет исчезать Ее толщина начнет уменьшаться И непрозрачность также начнет уменьшаться Вот такой вот очень классный эффект Когда мы создаем анимацию плагина Плексуса То вот такие вот незначительные фишки играют огромную роль И делают всю анимацию более классной и более эффектной Окей, в принципе это все, что я хотел вам рассказать на данном примере Давайте я сейчас выделю эти слои Нажму клавишу Delete И создам новый слой Layer New Solid Новый сплошной слой Окей Снова применю к нему плагин Plexus И теперь А, кстати В самом начале, помните, я удалил из этого списка Plexus Points Renderer Сейчас вы знаете, за что он отвечает Он у нас отвечает за прорисовку точек И когда мы применяем в первый раз плагин К нашему сплошному слою То данный рендерер добавляется автоматически Это сделано для удобства Чтобы как только мы создадим какую-нибудь геометрию Мы ее сразу же увидели в панели Composition Вот и все Так, сейчас давайте в пункте Add Geometry выберем пункт Primitives Посмотрим, какие примитивы предлагает нам плагин Plexus Но на самом деле их здесь не так уж много Всего лишь два Cube и Sphere То есть Cube и Sphere Вот таким вот образом у нас выглядит Cube Давайте я снова создам новую камеру Layer New Camera Окей Возьму инструмент Unified Camera Tool И поверну камеру вот таким вот образом Думаю, размер точек можно немного увеличить Поэтому мы переходим к Plexus Points Renderer И здесь, напротив параметра Point Size, выставим значение 5 Отлично Сейчас давайте разберем, какие рендереры мы еще можем добавить к нашей структуре После Points и Lines у нас идет Renderer Faces Что означает грани Давайте выберем его И вы увидите, что здесь у нашей фигуры прорисуются вот такие вот плоскости Вот такие вот грани Все эти грани состоят из небольших треугольников И стоит отметить, что эти треугольники жестко связаны вот с этими точками То есть, если мы сейчас при помощи какого-либо эффектора начнем изменять данную структуру То эти треугольники, они от точек отходить не будут Давайте посмотрим, как это все смотрится на практике Добавим эффектор Noise И начнем увеличивать значение параметра Noise Amplitude Вы увидите, что все эти маленькие сегменты, маленькие полигоны, они начнут искажаться Но при этом треугольники от своих точек отрываться не будут Эти треугольники, они начнут в какой-то момент исчезать Но все это делается в связи с тем, что здесь также присутствует параметр Opacity Over Distance То есть, при увеличении расстояния между точками, при увеличении дистанции У нас в один прекрасный момент непрозрачность начнет уменьшаться Почему я акцентировал так сильно свое внимание на том, что все эти треугольники жестко сцеплены вот с этими точками? Да все дело в том, что это одно из основных отличительных свойств данного вида рендерера То есть, Faces Renderer от рендерера под названием Triangulation Давайте я сейчас выберу Renderer Faces и нажму клавишу Delete, чтобы его удалить Здесь напротив параметра Noise Amplitude выставлю значение 0 Чтобы вернуть наш куб А теперь добавлю рендерер под названием Triangulation Треугольники Посмотрите, что мы получаем в итоге Здесь у нас как таковых плоскостей и как таковых краней нет Здесь мы имеем огромное количество случайным образом расположенных треугольников Все эти треугольники прорисовываются при помощи точек То есть, они связывают отдельные точки друг с другом Все эти треугольники расположены абсолютно в разных направлениях Давайте сейчас перейдем к нашему эффектору Noise И попробуем увеличить значение параметра Noise Amplitude И вы увидите вот такую вот анимацию Как вы, наверное, заметили Здесь постоянно происходит исчезновение и создание новых треугольников Все эти треугольники создаются автоматически Просто связывая три точки, которые расположены максимально близко друг к другу То есть, все эти треугольники, они не привязаны к определенным точкам Они просто объединяют те точки, которые расположены ближе всего друг к другу Вот и все Это отличительная черта данного рендера Triangulation от Faces Окей Ладно, сильно на этом заморачиваться не стоит Это теория В принципе, конечно же, теорию знать надо Но она не так важна Давайте я сейчас удалю Noise Effector отсюда Удалю Points Renderer Triangulation Renderer И, в принципе, Plexus Primitives Object я здесь оставлю Только за одним исключением я выберу сферу Выберу сферу И сейчас вернусь к панели Project Сделаю здесь двойной клик левой кнопкой мыши И импортирую какой-нибудь фон В качестве фона я буду использовать вот такое вот красивое изображение космоса Мне кажется, для моей композиции он максимально подойдет Возвращаюсь к слою Plexus Возвращаюсь к панели Effect Controls И теперь, чтобы нашу сферу, которую мы только что здесь выбрали, было видно Давайте добавим Renderer Points Выбираем его И наша сфера появилась в кадре Она сейчас очень большая, но чуть попозже мы это исправим Давайте уменьшим количество точек у этой сферы Выставим напротив вот этих двух параметров значение в 20 единиц Здесь и здесь Заодно увеличим значение параметра Point Size То есть увеличим размер точек до 5 Так, камера у нас в принципе уже есть в нашей композиции Поэтому возьмем инструмент Unified Camera Tool И немного отдалим нашу камеру Примерно вот так вот Сейчас нашу фигуру видно довольно-таки плохо Поэтому давайте вернемся к нашему сплошному слою Вернемся к плагину Plexus И здесь добавим еще два рендерера Во-первых, это Renderer Lines То есть линии И Renderer Faces То есть грани У Renderer Faces, чтобы его было лучше видно Давайте немного увеличим значение параметра Maximum Distance Примерно до 135 Пускай будет так И в результате мы получим вот такую вот очень красивую сферу Сейчас, чтобы ее дополнительно украсить Давайте перейдем к параметру Color Который находится в модуле Plexus Primitives Object Возьмем инструмент Пипетка И я возьму образец цвета с фона Примерно вот отсюда И сейчас у нас в такой вот голубой цвет Окрасились точки и линии Чтобы в этот же цвет окрасились и грани Давайте перейдем в Plexus Paces Renderer И поставим галочку в чекбоксе Get Colors from Vertices Отлично, супер В принципе, этот цвет можно сделать чуть посветлее Окей Чтобы дополнительно украсить данную композицию Я сейчас перейду к панели Effects & Presets И найду здесь эффект Glow За что он отвечает, вы в принципе уже знаете Он отвечает за добавление к нашему слою Такого симпатичного свечения Сейчас я снова вернусь к параметру Color И немного его изменю Ориентируюсь вот на это изображение Окей В принципе, у этого слоя White Solid В столбце Mod Также можно выбрать Режим наложения Add Если столбец Mod у вас не отображается То кликните по кнопке Toggle Switch Mods И сейчас, чтобы нашу сферу было не так сильно видно в кадре Давайте немного уменьшим значение параметра Opacity Примерно до 20% В результате мы получили вот такую вот довольно-таки классную фигуру Чем мне нравится плагин Plexus Так это тем, что здесь буквально в несколько кликов Можно создать просто потрясающую композицию Затратив на это довольно-таки Ну, немного времени Скажем так Можно, к примеру, сейчас сюда же добавить эффектор под названием Noise Наш любимый Анимировать значение параметра Noise Amplitude И все это сделать под музыку Например, такую как Сейчас, секундочку Как трек Owl Nation Sail Сделать что-то наподобие этого И так далее Согласитесь, смотрится довольно-таки эффектно Сейчас давайте не будем на этом останавливаться И пойдем далее Я выделю Renderer Lines, Points, Noise Effector и Primitives Object и удалю их Так, Faces тоже можно удалить Glow пока оставим Сейчас давайте посмотрим В пункте Edge Geometry Такой вариант, как OBG То есть мы можем основывать нашу геометрию Также на OBG файлах Например, давайте я выберу данный пункт И у нас появится модуль Plexus OBG Object Кликаем по кнопке Import OBG Здесь кликаем по кнопке Open И на нашем компьютере Находим какой-нибудь файл Трехмерного модели в формате OBG Данную трехмерную модель вы можете Либо скачать в интернете Либо самостоятельно создать в любой 3D программе Такое, как Cinema 4D Либо 3ds Max Или какой-нибудь другой Затем сохранить ее в таком вот формате И затем уже импортировать Таким вот образом, как я вам сейчас показываю В плагин Plexus Итак, мы данную модель импортировали Но ее сейчас пока не видно Поэтому давайте добавим Renderer Points И она у нас появится где-то там вдалеке Чтобы ее немного приблизить Я раскрою вкладку Transform OBG Найду здесь параметр OBG Scale И увеличу значение данного параметра Чтобы увеличить масштаб этой модели Так, немного поверну ее вокруг оси Z При помощи параметра Z Rotate А заодно вокруг оси X Возьму инструмент Unified Camera Tool И перемещу камеру сюда Вот так вот очень просто Мы импортировали сюда трехмерную модель черепа И внедрили ее в плагин Plexus Как вы видите, эта модель состоит из огромного количества вершин Чтобы их немного уменьшить Давайте я перейду к параметру OBG Resolution И выставлю здесь значение 8% То есть уменьшить детализацию Сейчас моя модель почти пропала Давайте я добавлю еще один Renderer А точнее Renderer Lines То есть линии Вот что мы получим в итоге Да, здесь получается не совсем приемлемая картина Но для примера, для урока, думаю, сойдет Здесь можно также перейти к модулю Plexus OBG Object Выбрать пункт Color Выбрать какой-нибудь определенный цвет Что-нибудь наподобие этого Окей И уменьшить Opacity примерно до 10% Давайте попробуем такое значение И мы получим вот такое вот созвездие в виде черепа Почему бы нет? Смотрится, на мой взгляд, очень круто Но Opacity можно немного повысить Пускай будет 15% Главное не переборщить В общем, вот таким вот образом Вы можете импортировать любые трехмерные модели Плагин Plexus и создавать просто потрясающие композиции На этом, дорогие друзья, наш урок подошел к концу Мы с вами разобрали все основные функции и параметры плагина Plexus Все то, что мы пропустили, мы с вами разберем либо в следующих уроках Либо вы с этим познакомитесь самостоятельно На этом все Заходите на наш сайт videosmile.ru Комментируйте это видео Ставьте лайки под нашими видео уроками на сайте YouTube Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте Там есть куча полезной информации Помимо этого, если вы хотите Вывести свои навыки работы в программе After Effects На совершенно новый, более высокий уровень И научиться создавать потрясающие композиции То обязательно обратите свое внимание на наш обучающий курс Super After Effects Всю дополнительную информацию о данном курсе Вы сможете найти на нашем сайте videosmile.ru На этом, дорогие друзья, все С вами был Лукьянов Артем Всем удачи, всем пока!